Рассказывая о военных действиях России в Украине, прокремлевские медиа продолжают распространять неподтвержденные и откровенно ложные утверждения. Попробуем разобрать некоторые из них. Все больше солдат и офицеров ФСУ готовы сложить оружие. По мере продвижения народной милиции республик Донбасса и российских соединений, все больше украинских военных сдаются. Сообщение о том, что украинские военные все чаще отказываются воевать, Министерство обороны России публикует регулярно. Сводки о массовой капитуляции солдат противника – один из старейших и часто используемых приемов пропаганды военного времени. Подобных сообщений в российских федеральных СМИ множество. Но нужно иметь в виду, что рассказывают об украинских дезертирах либо ведущие, без всяких видеодоказательств, либо, если видео все-таки показывают, то подтвердить его подлинность сложно или невозможно. В любом случае, российское вторжение явно идет не так быстро, как планировалось. В первую очередь из-за упорного сопротивления. И нет доказательств именно массовой сдачи в плен украинских военных. Украинские националисты из батальона «Азов» нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам поселка Сартана. За моей спиной вы видите эту дамбу и над ней разрушенный мост. Это дело рук бойцов националистического батальона. Штурмовые отряды правого сектора, прибывшие из Львовской области, терроризируют мирных жителей. Многолетняя милитаристская возгонка сделала из таких людей настоящих безумцев. Федеральные телеканалы продолжают утверждать, что российская армия воюет на территории Украины не против военных и добровольцев, а против нацистов и наркоманов, то есть расчеловеченного противника. Признать, что армия и добровольцы Украины защищают свою страну от агрессора, значит подорвать нарратив о россияных освободителях. Еще одно очевидно ложное утверждение федеральных каналов с оружием против войск Российской Федерации встают якобы необстрелянные солдаты-срочники, брошенные на верную смерть своими командирами. Отрядов самообороны российские войска на пути движения не встречали. В больничных палатах новобранцы рассказывают похожие истории. Командование поставило их на позиции и перестало выходить на связь. Но многочисленные видеодоказательства, которых на федеральных каналах не показывают, рисуют обратную картину. Это российских солдат-срочников, связенных к украинским границам под видом учений, отправляют в огонь настоящей войны на территории Украины, а никак не спецоперации. А в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гастомель, подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки российских войск, начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором. Украинские власти не гнушаются самых грязных методов. Националисты используют граждан в качестве живого щита. Это очень серьезное обвинение. Ведь фосфорные боеприпасы – оружие страшное. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, а его пары ядовиты. Никаких видеодоказательств применения и жертв такого оружия российская сторона не предоставила, как и нет пользовательских видео, которые могли бы это подтвердить. Это же касается и утверждения об использовании мирного населения в качестве живого щита. Обвинять противника в грязных методах ведения войны – распространенный пропагандистский прием. Но что задокументировано и снято, так это обстрелы Харькова российскими частями из установок «Град», «Ураган» и «Смерч». Реактивные системы залпового огня били по жилым кварталам второго по крупности города Украины, используя, по сообщениям независимых исследователей из «Беллинкэт» и «Конфликт Интеллидженс Тим», запрещенные ООН-кассетные боеприпасы. Погибли 11 мирных жителей, десятки ранены. На своих телеэкранах зрители российских федеральных каналов эти кадры не увидели. Поскольку попытка на наступление с земли проваливается, с наземной операцией, и Харьков разночен в том числе сопротивляется, Россия переходит к старой тактике, применявшейся и в Чечне, и в Сирии, когда сначала Польша для наземного наступления более активно подготавливает артиллерия и авиацию. Насколько действенна российская госпропаганда, судить сложно. Согласно опросам CNN, за день до начала войны военное вторжение в Украину поддерживали 50%, то есть половина россиян. С момента начала боевых действий антивоенные настроения в самой России растут, и протесты не прекращаются, несмотря на цензуру, запугивание и аресты. Прокремлевские СМИ в связи с этим перешли на особый режим информационного вещания. К примеру, государственный телеканал «Россия» заявил, что увеличит время эфира программы Владимира Соловьева и ток-шоу «60 минут», которые ведут Ольга Скобеева и Евгений Попов.